Газовый коллапс в Козеларды. Уже неделю водители не могут заправить свои автомобили. Большинство станций обслуживают клиентов только по талонам. А там, где отпускают за наличные, выстраиваются огромные очереди. Уже неделю на газозаправочных станциях Козеларды царят странные порядки. На большинстве из них полный штиль. Здесь заправляют только по талонам. На станциях, где газ продают за наличные, расчет ажиотаж. Очереди выстраиваются с раннего утра. Но и здесь в приоритете те клиенты, у кого есть талоны. Везде так. По талонам газ есть, а так нет. Наверное, цены поднять хотят. Уже несколько дней заправиться не могу. Специально машину переоборудовал, чтобы дорогой бензин не покупать. А теперь газа нет. Купил бы талоны, но их не продают. Оператор газозаправочной станции сообщил, что талоны закончились. Новые появятся только в декабре. В областном Акимате говорят, что голубого топлива просто не хватает. В последнее время в Казаларде все больше водителей в целях экономии переоборудовали свои машины. За несколько месяцев число таких авто выросло до трех тысяч. Но в Министерстве энергетики выделяют региону топливо в прежнем объеме – 2800 тонн в месяц. Их распределяют между пятью компаниями. На сегодняшний день мы единственная компания, реализующая газ как за наличный, так и безналичный расчет. Отсюда и ажиотаж в городе. С 3 декабря начнется продажа талонов и топливных карт. Уже во второй половине дня стало известно, что цена на газ поднялась с 29 до 35 тенге за литр. При этом предприниматели уверяют, что это недорого. Ведь в Шимкенте он стоит 60 тенге, а в Алматы и Караганды – 50. Но даже несмотря на смену ценников, газ на заправках так и не появился. Так что водителям придется ждать, пока талоны поступят в продажу.